Доброе утро! Здравствуйте! Вы смотрите «Утро НОУ-ТВ» в студии Елена Краева и Илья Рыков. Встречайте каждое утро с нами. Сегодня в нашей программе вы узнаете. Игровой комплекс «Буран» в Одинцовском округе. В рамках губернаторской программы открылась детская площадка. Рабочая встреча. Дмитрий Голубков посетил школу-интернат имени Фурагиной. Актуальные вопросы. Депутат Московской областной думы встретился с коллективами детского сада и школы поселка Новый Городок. Кадровое обеспечение. Важный вопрос в сфере медицины обсудили на еженедельном совещании главы муниципалитета. 138 лет назад, 29 августа, немецкий изобретатель Готлиб Даймлер запатентовал первый мотоцикл. С 1872 года он занимался созданием двигателя внутреннего сгорания. Оставалось найти подходящую машину для его установки. Самым простым вариантом оказался велосипед. Он был с деревянной рамой и ременной передачей. Колеса с железными ободами и деревянными спицами. Первым испытателем стал сын изобретателя. Деревянный прадедушка мотоцикла отправился в дорогу со скоростью 12 км в час. Новый вид транспорта оказался довольно удачным и уже в первом своем варианте походил на современный мотоцикл. Чем еще запомнился этот день в истории в нашей следующей рубрике. 29 августа 1883 года в Канаде выпустили первую электроплиту. Массовое производство наладили только спустя 25 лет. Вместо горелок использовали металлические пластины, которые выставляли на ножки рядом с плитой. Они служили опорой для посуды во время готовки. Агрегат нагревался током более получаса и стоил недешево. Несмотря на это, желающих приобрести его было немало. Постепенно технологии совершенствовали, все бытовые приборы стали удобнее и функциональнее. 82 года назад в СССР ввели заочную форму для высшего образования. Такую систему начали создавать в 1919 году. Съезд Компартии принял решение об оказании помощи в самообразовании рабочих и крестьян. Для этого выпустили специальную литературу «Школа на дому», «Готовься в вуз», «Учись сам». 29 августа 1938 года во всех заочных вузах ввели курсовую систему обучения и обязательную сдачу всех экзаменов. Для заочников установили дополнительные оплачиваемые отпуска по месту работы. С этого времени обучение стало частью общей системы образования в СССР, а затем и в России. 29 августа отмечают «Ореховый спас». Главной традицией праздника является сбор урожая орехов. В этот день собранные плоды приносят с собой на службу в церковь, освещают и подают на праздничный стол. Также сегодня отмечают День долголетия и День бархатных туфелек. 29 августа 1923 года родился американский пианист Реймонд Левенталь. Его дебют состоялся в 1948 году. Он вел активную творческую жизнь, выступал, был музыкантом, редактором, составителем сборников. Также в этот день родился американский певец Майкл Джексон и российская актриса Марина Александрова. Очередная детская площадка открылась в нашем округе в рамках губернаторской программы. Жители сами выбирали ее тематику и наполнение. Теперь во дворе дома номер 2 по улице Белорусской расположился большой современный игровой комплекс под названием «Буран». На праздники в честь открытия побывал глава округа Андрей Иванов. От сладкого лакомства никто не отказался. Оно стало приятным сюрпризом на детском празднике в честь открытия нового игрового комплекса. Площадку на 450 квадратных метров во дворе дома номер 2 на улице Белорусской построили в рамках губернаторской программы. Она стала уже четвертой в нашем округе. Комплекс появился во многом благодаря жителям, которые собрали за него порядка полутора тысяч голосов на портале Добродел. Сами согласовывали, выбирали тематику и наполнение. Но преобразования на этом не заканчиваются. В следующем году мы тоже хотим модернизировать, продолжить данную программу по данным адресам. И тем самым эту площадку немножко продлить, увеличив площадь и добавив игровые элементы, которые хотят жители. Пока дети наслаждаются новыми качелями, каруселями и горками, у родителей есть время передохнуть. Конечно, новая площадка гораздо лучше выигрывает. Единственное, скамеечек бы хотелось побольше, потому что часто приходится долго стоять, поэтому хотелось бы. А так все хорошо, детям очень нравится. В ближайшее время в муниципалитете откроют еще пять игровых площадок по губернаторской программе. А это значит, что детский смех и звонкое спасибо мы услышим еще не раз. Спасибо! Депутат Московской областной думы Дмитрий Голуков посетил школу-интернат имени Фурагины в Старом Городке. Он проверил ход капитального ремонта. 1 сентября учебное учреждение откроет свои двери для ребят. Подробности у Екатерины Крамор. Современные учебные кабинеты и зоны для отдыха и спорта. Совсем скоро школа-интернат имени Фурагины примет своих учеников. Депутат Московской областной думы от «Единой России» Дмитрий Голубков проверил ход капитального ремонта учебного учреждения в Старом Городке. Сейчас классы должны быть так. Вентиляция тут есть? Да, конечно. Естественно, да? Или вытяжная? Нет, вытяжная. Здесь обустроят специализированные кабинеты для дефектолога и психолога, а также зоны для адаптивной физкультуры. Школа предназначена для пятидневного пребывания ребят с особенностями развития. Поэтому особое внимание уделяют пожеланиям педагогов и родителей. Мы готовы принимать учеников. Там уже наверху сейчас пойдем посмотрим кровать и матрас. Только что сюжет. Все внеферсованы. 157. Ночевать будет 113. Мы уже посчитали. Парламентарий встретился и с трудовым коллективом Никольской больницы. Медучреждению требуется дополнительное оборудование. Дмитрий Голубков все вопросы взял на личный контроль. Екатерина Крамер, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». В Подмосковье начинается кампания по вакцинации населения против гриппа. Поликлиники снабдили современной и безопасной отечественной вакциной. Сделать прививку необходимо как можно раньше, чтобы успел сформироваться иммунитет. В школах и детских садах ее можно будет сделать в медкабинетах. Всего планируется привить порядка 4,5 миллионов жителей региона, включая 1 миллион детей. Другие новости региона смотрим прямо сейчас. С 1 сентября доступ к электронному дневнику будет осуществляться через информационную платформу «Моя школа». Помимо электронного журнала и дневника, там будут видеоуроки для подготовки к экзаменам, большая библиотека школьных сертифицированных материалов, чаты и видеозвонки, портфолио ученика и его рейтинг, возможность отследить геолокацию ребенка и многое другое. Веб-версия доступна по ссылке myschool.mosrec.ru. Вход осуществляется через ECA. Кроме того, уже можно скачать бесплатное приложение. Воспитанников школ, колледжей, техникумов, вузов, сферы дополнительного образования, а также научных руководителей, педагогов-наставников, специалистов органов управления в сфере образования, науки, культуры и здравоохранения приглашают принять участие во всероссийских конкурсах и олимпиадах. Победителей наградят именными дипломами, грамотами, знаками отличия, рекомендательными письмами. Участие в конкурсных мероприятиях добровольное, на бесплатной основе. Более подробную информацию об условиях участия в мероприятиях можно получить в оргкомитете. Номер телефона 8495-766-1906. В регионе в третий раз пройдет конкурс «Наш двор». Цель мероприятия – рассказать и показать лучшие практики, которые реализуются во дворах подмосковных многоэтажек. Ежедневно в области ведется активная работа по благоустройству. Жители проводят различные праздники, спортивные мероприятия, игры и соревнования, что способствует сплоченности по повышению комфорта проживания. Для предоставления своих проектов отберут шесть сообществ, а по итогам выступления на фестивале выберут лучшую дворовую команду. Команды наградят денежными призами. Фонд конкурса составит 500 тысяч рублей. Детский сад и школа поселка Новый Городок – важный социальный объект Одинцовского округа. Депутат Московской областной думы Дмитрий Голубков встретился с трудовыми коллективами двух образовательных учреждений и обсудил актуальные вопросы. Материал Екатерины Крамор. Новогородковская школа уже готова принять учеников. Здесь есть комфортные кабинеты для занятий, центр «Точка роста» и современное оборудование. Также функционирует музей «Наше наследие». Он помогает формировать военно-патриотические ценности. С работой учебного учреждения ознакомился депутат Московской областной думы от «Единой России» Дмитрий Голубков. Тут Великой Отечественной войны. Это тут наши, наши. Экспонатов очень много. Пока, к сожалению, нет у нас такого большого. На первое время сделали им вот такой музей. Другое учреждение, которое посетил парламентарий – Новогородковский детский сад. Для детей здесь созданы все необходимые условия. Работают музыкальные, спортивные залы и пищеблог. А сколько мест у вас детский сад? Ну, изначально на 150, на 120 был проект. Потом увеличили до 150. Но у нас сейчас 178, и нам не тесно. Коллектив дошкольного учреждения поделился своим опытом и рассказал о планах на будущее. Екатерина Крамор, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». В первый день осени в парке Горького пройдет ранний забег. Участие в нем могут принять все желающие. Спортсмены стартуют от павильона «Экология» на Воробьевых горах и пробегут 3,5 километра по предрассветному парку. Сбор участников и разминка начнутся в 4 часа 40 минут утра. В 5 состоится предрассветный брифинг. Общий старт запланирован на 5 часов 5 минут утра. Что еще интересного произошло или произойдет в ближайшее время, в столице узнаем прямо сейчас. В Москве начали подготовку к проведению конкурса «Доброе сердце столицы». Жители будут соревноваться в 8 номинациях по 3 направлениям – деятельность, проект и команда. Принять участие могут все желающие, начиная с 14 лет, как индивидуально, так и в составе коллектива – трудового, волонтерского или образовательного. Заявки на участие будут принимать в сентябре. Однако на сайте проекта уже можно оформить анкету участника и сохранить ее в личном кабинете. В разные периоды года на природных территориях Москвы можно встретить около 270 видов птиц. Зимовать из них остаются примерно 100. Специалисты МОЗ «Природы» наблюдают за ними и отмечают дни отлета. Например, черные стрижи зимуют в южной части Африки. Им предстоит преодолеть более 9 тысяч километров. Эти птицы начали свой долгий путь в первой половине августа, поскольку чувствуют скорую смену сезона. Московское предприятие разработало малогабаритный электрический погрузчик с батареей, рассчитанный на 7 часов бесперебойной работы. Мини-погрузчик на электроприводе способен перемещать грузы массой до тонны. Кроме того, машина отличается высокой степенью автоматизации, энергоэффективностью и маневренностью. В сентябре начнется производство первой предсерийной партии из 15 единиц. Далее в программе. Кадровое обеспечение. Важный вопрос в сфере медицины обсудили на еженедельном совещании главы муниципалитета. Летний кофе. Бористо показал нашей съемочной группе рецепт для любителей бодрящего напитка. Новости онлайн. О событиях в округе, которые обсуждают в социальных сетях. Расскажем в нашей рубрике. На еженедельном совещании главы округа одним из главных вопросов стало кадровое обеспечение медучреждений муниципалитета. Несмотря на действия региональных и муниципальных программ по привлечению специалистов, врачей все еще не хватает. По мнению Андрея Иванова, это недопустимо. О возможных способах решения кадрового вопроса в сюжете Полины Ваховой. В сфере здравоохранения не должно быть пробелов, убежден глава муниципалитета. Каждый житель нашего округа должен получать качественную и своевременную медицинскую помощь. А для этого кадровый состав врачей должен быть заполнен на 100%. Очень важно, чтобы был постоянный приток в нашу Одинцовскую систему здравоохранения специалистов, чтобы в больницах, поликлиниках, в амбулаториях не было никакого дефицита и была ежедневная возможность спокойно записаться к нужному специалисту. Пока же штат Одинцовской областной больницы укомплектован на 89%. Потребность в узких специалистах по-прежнему остается. Для привлечения врачей в округе реализуют ряд региональных программ. Компенсация аренды жилья, приведи друга, земский доктор, губернаторская доплата и социальная ипотека. Специалисты получают от Московской области 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга. Сам получатель в социальной ипотеке платит только проценты по кредиту. Оказывается, и муниципальная поддержка с помощью опроса среди самих врачей определили, что еще необходимо для привлечения кадров. Компенсация транспортных расходов, предоставление служебного жилья и общежития, также возможности подачи документов в первый месяц трудоустройства на компенсацию аренды жилья, ежемесячные выплаты молодым специалистам. Всего в Одинцовской областной больнице 3844 сотрудника. В Звенигороде особенно остро стоит вопрос нехватки узких специалистов, таких как эндокринолог, невролог, онколог и других. Глава поручила разрешить ситуацию в кратчайшие сроки. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова. Минпросвещение России разработала план воспитательной работы для образовательных организаций. Он состоит из перечня памятных и юбилейных дат страны, а также дополнительного списка мероприятий. В него входят детские фестивали народной культуры, конкурс сочинений без срока давности, программа «Орлята России». Особое внимание уделили проектам, которые позволяют школьникам развивать таланты. О других событиях нашей страны смотрим далее. Российские научные вузы введут изучение китайского языка в свои программы. Объем технической документации на китайском постоянно растет. Уже через пару лет он перегонит английский. Новая программа заработает с 1 сентября текущего года. В России появится электронная база всех известных на сегодня данных о микроорганизмах. Эта система поможет ускорить исследования в области микробиологии и селекции. Она включает 20 программных модулей для различных задач. Протестировать платформу планируют к июню следующего года. Она может стать важным дополнением к национальной базе генетической информации. Единый государственный лесной реестр заработает с 1 сентября в Московской, Архангельской и Ульяновской областях, а на других территориях России с 1 января 2025 года. База позволит соединить все данные о лесах в одной системе и обеспечить контроль за их использованием и восстановлением. Свыше 2 миллионов государственных лесных услуг будут оказывать через систему ежегодно, а время их оказания сократится до нескольких дней. В летнюю жару для поклонников кофе придумали множество вариаций его подачи, в том числе и в холодном виде. Наша съемочная группа вместе с Бористо приготовила напиток по одному из таких рецептов. Сюжет нашего корреспондента. Попробовать себя в кофейной индустрии Екатерина хотела давно, а почему бы и нет, тем более, что это приносит людям удовольствие, говорит Бористо. Мне хотелось попробовать себя в роли человека, который умеет готовить напитки, причем делает это правильно, и дарит людям радость по утрам, и не только утром, конечно же. Кофе не только спонсор утреннего пробуждения, а еще и неотъемлемый аксессуар вечно бегущего города. Представить свой день без чашки бодрящего напитка порой невозможно, но если в холодное время, актуальность его вполне объяснима, и выбор падает в основном на классические виды, то летом в меню можно встретить интересные сочетания. В летний период напитков существует несколько видов. Они могут быть приготовлены как на основе кофе, так и на основе натуральных пюре. Это будут лимонады. Вместе с Бористо мы приготовили один из самых популярных летних напитков – эспрессо-тоник. Первым делом для напитка понадобится лед. Сразу на лед мы наливаем тоник, после чего добавляем свежий лайм. Он придаст напитку летний и свежий вкус. И, конечно же, кофе не может быть без самого эспрессо. Это королевский кофейный напиток, который готовится с помощью эспрессо-машины. Многообразие напитков сегодня поражает. Холодный, горячий, с кофеином и без, на любой вкус и цвет, как говорится. Однако не стоит забывать, что все хорошо в меру, а вот отличная компания точно сделает ваш напиток еще вкуснее. Татьяна Верняковская, Екатерина Крамар, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Все газовое оборудование, установленное в доме или в квартире, необходимо содержать в исправном состоянии. Вовремя проводить комплекс работ по техническому обслуживанию и ремонту. От этого зависит здоровье вас и ваших близких. Напоминаем, что у каждого собственника газового оборудования должен быть договор на техническое обслуживание. Об этом сообщает телеграм-канал «Проокруг». Что еще обсуждают в социальных сетях муниципалитета в следующей рубрике. В день города Звенигорода откроется вернисаж «Подмосковные вечера». Картины о древнем городе представят художники и руководители творческих объединений. Гости смогут принять участие в мастер-классах и пленере. Открытие состоится 7 сентября в 5 часов вечера по адресу. Улица Московская, дом 1, вход свободный. Об этом сообщает телеграм-канал «Проотдых». Хотите попробовать свои силы в пляжном волейболе? В поисках пляжа и песочка не надо далеко ехать. Все есть в Одинцове. На Лазутинке отличная площадка для пляжного волейбола. Игровое поле разделенное на две равные части сеткой и окруженное свободной зоной. По правилам спортсмены играют здесь босиком. Сотрудники парка тщательно следят, чтобы в песке не было каких-либо камешков или других фрагментов, которые могли бы травмировать игроков. Об этом сообщает телеграм-канал «Проотдых». Стены женской консультации в Одинцове украсит фотографиями беременных женщин. Автором выступит Юлия Устинова, фотограф со стажем. Картины Юлии украшают стены не только женской консультации, но и детской больницы. Такую акцию она проводит ежегодно. В планах передать часть работ и в Одинцовский родильный дом. Всего в коллекции, которая называется «В ожидании чуда. Пять картин». Об этом сообщает телеграм-канал «Проокруг». В зоопарке Центральной Америки родилась пума-альбинос. Пол малыша пока неизвестен. В мире всего четыре белые особи. Мать с детенышами пока держит герметичные клетки, чтобы оградить от стресса и чужеродных запахов. Отец живет в отдельном вольере, чтобы он не навредил малышам. Когда животному исполнится три месяца, его покажут посетителям. Пумы-альбиносы очень чувствительны к солнечному свету и требуют внимательного ухода. О других событиях в мире расскажем далее. Португальские ученые обнаружили мумифицированных диких пчел возрастом 3000 лет. Процессу минерализации привели резкое снижение ночной температуры в конце зимы или продолжительное затопление территории. Исследователи выяснили анатомические детали насекомого. Пол пчелы и даже частицы пыльцы цветка, оставленные при постройке кокона. Насекомые обитают на материковой части Португалии и принадлежат роду эоцера, которые гнездятся в земле. Групповая реабилитация с использованием пения эффективно восстанавливает навыки после инсульта. К такому выводу пришли ученые Хельсинского университета. Для эксперимента они использовали мелодико-интонационную терапию. Участники показали склонность к общению и выработке навыков речи. Пациенты повышали свою социальную активность даже при хронической стадии. В Мексике антропологи обнаружили скульптуру Атланта в городе Майя. Ее высота 90 сантиметров, ширина 45 сантиметров. Возраст находки датирован периодом между 800 и 1200 годами нашей эры. Древний персонаж изображен с поднятыми вверх руками, в которых он держит какой-то предмет. Такие скульптуры были частью алтарей и неотъемлемыми элементами ритуальных комплексов. И о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня будет пасмурно. Осадков не обещают. Температура воздуха днем 14-16 градусов тепла. Ночью плюс 12-14. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 79%. Геомагнитное поле спокойное. Наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в округе смотрите в информационных выпусках. А также следите за новостями в телеграм-канале про округ. А с новостями молодежной редакции можно познакомиться в телеграм-канале про молодежь. Если же вы стали очевидцем происшествия или у вас есть интересные новости, присылайте их нам в чат-бот по QR-коду, который вы видите на ваших экранах. Мы прощаемся с вами и желаем всего самого хорошего. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова